Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Здравствуйте, дорогие друзья! Я в эфире «Что по искусству?». Меня зовут Артур Чех. Я блогер, просветитель, искусствовед, как меня любят называть многие. И сегодня у нас такой достаточно интересный будет разговор. Он будет приурочен к тому, что 28 мая в Риге у меня пройдет лекция под названием «Секс в истории искусства». И эту лекцию я проводил в Риге даже уже год назад и во многих других городах и странах. И очень часто зрители меня спрашивают, почему в этой обзорной лекции я не уделяю должного внимания, а если быть точным, совсем не уделяю внимания сексуальной визуальности СССР. И я все время отвечал, потому, ну, как бы, такой достаточно простой формулировкой, что, в общем-то, визуальной сексуальности как таковой в СССР не было. И она была не особо распространена, потому что там отношение к сексу, да и вообще сексуальная история была очень запутанной, но при этом очень интересной. И чтобы закрыть вот этот гештальт, и чтобы мои будущие зрители и слушатели не задавали вот этого вопроса, я решил сегодня посвятить наш выпуск именно сексуальной культуре СССР. И проведя довольно интересное и богатое исследование, у меня есть много чего рассказать на самом-то деле. И хотелось бы начать вообще с того, что было с сексом вот незадолго до СССР, да, например, в десятые годы двадцатого века. Нужно понимать, что особенно эротическое, то есть сексуальное искусство, оно было доступно исключительно высокой аристократии. То есть те немногие, которые были на вершине всего, они могли позволить себе читать эротическую литературу, да, там, стихи Бальмонта, Сологуба могли смотреть живопись того же самого Серова, Коровина, Бакста, Петрова-Водкина. Но опять-таки это всего лишь было удовольствие для высокой аристократии. Вообще в целом сексуальная культура перед Советским Союзом, она была в Российской империи не такая уж и хорошо развитая. И было большое количество контролей со стороны церкви, со стороны государства, и народ сам как бы не то, чтобы был особенно сексуально просвещен. И очень здорово, что на самом деле впоследствии произошли кардинальные изменения. Например, в десятые годы были инициированы некоторые такие махинации, я не знаю, некоторые шаги были предприняты для того, чтобы немножко с сексуальной точки зрения раскрепостить народ. Например, в десятые годы, даже незадолго до десятых годов, отец знаменитого писателя Набокова, он пытался инициировать отмену уголовной ответственности за гомосексуальность. И нужно понимать, что очень долгое время во всем мире, вплоть до второй половины 20 века, во многих странах гомосексуальность была под запретом и каралась уголовной ответственностью с реальным абсолютно сроком. Тогда его инициативу, к сожалению, не поддержали, но, слава богу, потом это немножко все изменится. Также был, допустим, первый съезд в 1910 году по борьбе с торгом с женщинами, то есть пытался урегулироваться вопрос проституции, как-то пытались люди немножко наладить весь этот замечательный процесс. И самое интересное, что даже вот были замечательные произведения феминистического толка, которые тоже затрагивали тему сексуальности. Например, Александра Калантай, знаменитейшая, которая написала такие достаточно интересные произведения и разбирала в них вопрос того, кто такая женщина, как женщина должна относиться к сексуальной жизни, какая вообще должна на самом-то деле быть сексуальная жизнь. И она написала такие трактаты, как, например, «Новая женщина» или «Дорогу к крыльям эрота». И там она открывала такую штуку, что женщина, как было принято в том достаточно патриархальном мире, не должна быть собственностью мужчины. Вот в такой вот классической парадигме вот того до советского времени женщина была в каком-то смысле собственностью мужчины. То есть она выходила замуж, и ей давалась роль там, например, хозяйки, она должна была следить за сиреньей, за порядком в доме, и по большому счету никаких прав помимо этого у нее не было. Она была, напоминаю, не более чем собственностью. И вот Александра Калантай, она вот стремилась к тому, чтобы немножко расшатать вот эти все штуки, писались достаточно замечательные стихи различными поэтами, делались публикации в эту сторону. И уже вот в конце десятых годов, еще до начала революции, хотя ни одно событие не начинается в тот момент, как оно случилось, да, то есть всегда какое-либо кардинальное изменение в геополитической ситуации, вообще в структуре мышления человечества, оно всегда происходит, исходя из того, что люди об этом уже потихоньку начинают думать, уже происходит бурление, и когда происходит сам вот этот щелчок, это бурление наконец-то просто начинает активно, далеко и широко распространяться. И вот когда в 1917 году замечательный или не очень замечательный персонаж, кому как нравится, Ленин, совершил знаменитейшую Красную революцию, все в сексуальной культуре перевернулось с ног на голову. И самое интересное, что перевернулось в очень положительную сторону, и я бы хотел об этом немножко поговорить. Как бы сама идея вот этого российского коммунизма, большевизма, она строилась на сочинениях Маркса и Энгельса, и эти ребята, они не только задвигали историю о том, что нужно вот весь мир подарить миру, должна быть общая собственность, и ла-ла-ла-ла-ла, они очень много внимания уделяли также и сексуальной жизни, то есть сексуальной культуре человека. И, например, у Энгельса есть замечательные строчки, которые размышляют над тем, каким был секс, и какие были интимные отношения до прихода, точнее, ну, какими они были до идеи коммунизма, и пишут такие замечательные строки. «Но вы, коммунисты, хотите вести общность с жен», — кричит нам хором вся буржуазия. Буржуа смотрит на свою жену, как на простое орудие производства. Он слышит, что орудие производства предполагается предоставить в общее пользование, и, конечно, не может отрешиться от мысли, что и женщин постигнет та же участь. Он даже не подозревает, что речь идет как раз-таки об устранении такого положения женщины, когда она является простым орудием производства. Впрочем, нет ничего смешного и высокоморального ужаса наших буржуа по поводу мнимой официальной общности с жену коммунистам. Коммунистам нет надобности вводить общность с жен, она существовала почти всегда. Наши буржуа недовольствуются тем, что в их распоряжении находятся дочери, жены и дочери их рабочих, не говоря уже об официальной проституции. Видят наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга. Буржуазный брак является в действительности общностью жен. Коммунистам можно было бы сделать упрек, разве что в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно прикрытой общности жен официальную, открытую. Но ведь само собой разумеется, что с уничтожением нынешних производственных отношений исчезнет и вытекающая из них общность с жен, то есть официальная и неофициальная проституция. Все вот эти интереснейшие и замечательные слова рассказывают нам о том, что на самом-то деле, когда пришел коммунизм со своей идеей общностью, когда он придет, считали Макс и Энгельс, то как раз-таки вот этот старый классический институт брака, где достаточно простые рыночные отношения, что есть владелец и его товар, то есть мужчина и женщина, они рассыпятся, и сексуальные половые интимные отношения между людьми станут намного более прекрасными, раскрепощенными. И, собственно говоря, так и случилось. Когда пришел СССР, то первое, что они сделали, это они сделали реформу брака. Сделали они ее, конечно, в первую очередь потому, что нужно было полностью все сделать не так, как это было до этого, нужно создать абсолютно новый мир, новые законы, новое правительство, новых людей, и поэтому все старые вот такие закостенелые нормы, они с легкостью разрушались. Это не делалось от балды, понятное дело. Это использовались консультации профессионалов и юристов, и психологов-сексологов. Вильям Райх такой был знаменитейший, который очень много времени проводил в тогдашнем Советском Союзе и консультировал вот эти все сексуальные реформы. И они, значит, убрали такой стандартный брак в церкови, да, когда ты женишься перед лицом Господа, когда ты не можешь за пределами церковного суда как бы расторгнуть свои брачные отношения, и вообще-то тогда раньше очень сильно порицалось. И они сказали, что, ребята, вы просто приходите, ставите штампик в паспорте, как бы расписывайтесь, что вы теперь муж и жена, и если хотите, вы можете в любой момент прервать ваши подобные взаимоотношения, поэтому они разрешили и упростили очень сильно процедуру разводов. И как бы вы, как новые люди, вы как люди, думающие о самих себе и, в первую очередь, конечно же, об общем благе, вы имеете полное право со своей жизнью разбираться так, как вам хочется. То есть ваша личная жизнь, ваше личное дело, и мы не будем вас ни к чему обязывать, ни к чему принуждать, потому что нам от этого совершенно никакой выгоды не было. А следующее, что сделали в Советском Союзе на самых первых своих этапах, это то, что они решили так называемый женский вопрос. Да, вот в этой системе до этого буржуазного брака, где женщина являлась вещью, возникали те самые движения эмансипации, то есть финистические движения, когда женщины пытались избавиться от этого гнета. Советский Союз тогда пришел и сказал, что, ребят, да что вы паритесь? Все, окей, женщины такие же, как мужчины, никаких проблем, мы абсолютно так считаем, потому что женщина точно такая же, такой же член общества, она точно так же может работать, она точно так же может приносить пользу. Поэтому все, вы больше не являетесь вещью, вам не нужно бороться за собственные права, у вас точно такие же права, как и у мужчин. Это, конечно, был шок-контент, и на самом-то деле впоследствии это отрицательно отразится на феминистической культуре, даже в современном мире, но тогда это был вообще совершенно потрясающий рывок. И вообще женское тело, женская анатомия, женская психология, женская сексуальность активно стала подниматься в свет, выходить в публику. Например, в таких журналах, как «Работница» была отдельная рубрика, где профессионалы, психологи, сексологи, врачи, они отвечали на вопросы волнующих женщин. До этого женщина, которая была собственностью, которой не уделялась внимания, она не могла особенно сильно разбираться со своей анатомией, она не могла ни у кого и спросить совета, как лучше всего заниматься сексом, нужно ли получать от этого удовольствие, имеет ли она право как бы не желать в этом отношении своего мужа, который был ей предоставлен в том числе, исходя из выгоды в первую очередь. И когда вот пошло вот это активное освещение женского вопроса в общественном пространстве, оно стало распространяться и на мужчин в том числе, то есть вообще началось активное сексуальное просвещение масс, которые долгое время находились в вынужденном молчании, в вынужденном неведении. Особенно это было ярко и мощно, и отразилось так сильно на людях, которые жили не совсем в столицах, а во всяких провинциях, потому что до них вообще какие-то блага этой жизни не особенно сильно доходили, они жили вот в этой патриархальной системе долгие-долгие годы и будут, к сожалению, дальше в ней продолжать жизнь. Помимо всего прочего, Советский Союз первым в мире разрешил, во-первых, аборты, он сделал их общедоступными, абсолютно оправданными и официальными, и сказал, что ребятушки, тоже как с сексом, как с браком, так и здесь, ваши дети, это ваше личное дело, вы имеете право, если вы считаете не совсем необходимым для себя иметь сейчас детей, как бы вы можете от них, назовем это мягко, отказаться. И следующее, что они сделали, это они декриминализировали, декриминализировали гомосексуальность, то есть они отменили какую-либо вообще административную и уголовную ответственность за то, что ты придерживаешься на тот момент еще нетрадиционной сексуальной ориентации. Это на самом деле абсолютный взрыв вообще, и довольно сложно поверить тем людям, которые еще не изучали этот вопрос, что в СССР были произведения такие революционные нововведения, то есть они были первыми, кто отменил уголовную ответственность за гомосексуальность и дали свободу сексуальным меньшинствам. От этого, кстати, даже вот в конце десятых, начале двадцатых годов развивались нацменьшинства собственных сообществ, клубы по интересам, так называть. Например, в Москве была квартира гомосексуалов, а ее называли тогда гомосексуалистов, где, можно сказать, был такой тиндер своего времени, куда люди с гомосексуальной ориентацией могли прийти, познакомиться с такими же другими людьми, открыть их для себя, они могли с ними пообщаться, и, конечно же, они могли с ними вступить в те или иные взаимоотношения, то есть это была на самом-то деле совершеннейшая невиданная до сели свобода, потому что люди наконец-то вдруг почувствовали, что им можно быть такими, какие они есть. То есть в какой-то момент они вдруг перестали чувствовать себя какими-то неправильными, ненормальными, они перестали скрываться, они перестали ломать себя, и они перестали накидывать на себя просто огромную гору разных социальных масок для того, чтобы, не дай бог, никого не оскорбить и не попасть в какие-то определенные неприятности. В Петербурге было очень мощное гомосексуальное движение, они устраивали импровизированные свадьбы, они наконец-то смогли заниматься так называемыми косплеями. Была очень популярна такая профессия имперсонатора, это когда мужчина или женщина, да, он выходит на площадку, то есть это такой театрализованный акт, он выходит на площадку перед зрителями и изображает ту или иную знаменитость. И мужчины очень часто, особенно гомосексуального толка, в то время любили изображать разных балерин, актрис, певиц, и делали это на самом-то деле с потрясающим вообще профессионализмом, и сохранилось огромное количество, ну, оно не огромное количество, большое количество фотографий архивных, где вот мужчины предстают в образе балерин, и они показывают такие вообще, выкидывают такие коленца, что ты даже не можешь поверить, что перед тобой реально просто переодетый мужчина, который может даже не являться профессиональным танцором, балеруном. Они там раскидываются в шпагатах, летают, и ты когда смотришь на них, как они слегка подкрашены и одеты в пачку, ты даже не можешь на какой-то момент поверить, что перед тобой не женщина, а мужчина. То есть настолько аккуратно и тонко, и артистично они это все сделали. И это просто потрясающе. Им наконец-то не нужно было больше прятаться и, например, общаться между собой, как это делали христиане давным-давно в римских катакомбах, то есть какими-то символическими жестами и знаками. То есть раньше у гомосексуальной культуры, например, была вот своя собственная манера одеваться, чтобы четко передавать другим информацию, из какого сообщества ты, собственно, есть. И они носили, например, красные галстуки, и у Сомова, замечательного художника, есть один такой портрет Михаила Кузьмина, вот он сидит в таком ярком красном галстуке. Это был один из способов другим людям намекнуть на то, какой ориентации ты принадлежишь, и чтобы свои тебя четко распознали, и чтобы ты мог понимать, с кем тебе можно быть, чуть посвободнее, свободно общаться, строить какие-то взаимоотношения с кем, лучше себя вести поаккуратнее. Но и это еще не все. В раннем Советском Союзе было огромное нудистское движение, которое называлось «Долой стыд». И эти люди устраивали, то есть они не просто как бы ходили на нудистские пляжи, которые сегодня для нас не кажутся чем-то сверхъестественным и абсолютно нормальным, они устраивали такие перформативные шествия, потому что это движение рассматривало наготу тела как способ приобретения свободы, как способ принятия самого себя, и как попытка найти и выстроить правильные взаимоотношения с окружающим тебя миром. То есть ты в своей наготе, такой, какой ты есть, подобно Адаму и Еве, когда давным-давно, но, конечно, они к Библии не апеллировали, но ты вот как бы выходя в мир абсолютно голым, показываешь ему себя таким, какой ты есть на самом деле, в абсолютно своей полноте, и тем самым лучше знакомишься, познаешь мир и являешься к нему в более открытой позиции. Они устраивали массовые шествия и чуть ли не через всю Москву тогда бродили. Единственное, что на них было надето, это вот такая вот замечательная красная повязочка с наименованием их организации, и это движение было очень популярным, и даже сохранилось большое количество иллюстраций, иногда карикатурного толка, иногда, наоборот, восхваляющего толка и изображающих вот этих вот самых замечательных нудистов. И во всей этой истории было очень много чего положительного, но и отрицательное в этой всей истории присутствовало, хотя это все было разрешено официально законом, да, и, например, у полиции больше не было возможности приходить на ту же самую московскую квартиру, где тусовались гомосексуалы, их всех бить, разгонять и сажать в тюрьму, все равно вот у патриархально настроенного старого общества оставалось большое количество предрассудков, и на них происходили гонения. Их могли побить, их могли оскорбить, могли уволить с работы или еще что-нибудь в этом духе, и, к сожалению, вот это вот неприятное отношение людей, да, оно не успеет полностью рассеяться, потому что впоследствии все эти гайки закрутятся, о чем я расскажу в ближайшее время. Еще одна штука, которая была с одной стороны положительной, а с другой стороны отрицательной, ее, эта информация, которая у нас есть, позволяет выставить с удобной и более приятной для вас позиции всю эту историю, но появилась так называемая концепция стакана воды, которую тоже приписывают Александре Калантай. Она говорила, что занятия сексом для человека должны быть столь нормальными, как выпить стакан воды. То есть ничего особенного, ничего сверхудивительного, и очень легко, весело и полезно, самое главное. Не забывайте пить воду, дорогие друзья, это правда очень полезно для здоровья. И с одной стороны это привело к тому, что люди перестали как бы ограничивать себя в своих сексуальных предпочтениях. То есть задокументировано очень много моментов, когда мужчина, женщина составляет необычную, например, пару, да, то есть, а это пара, состоящая из трех людей. Ну, самое популярное, наверное, это как бы Брики и Владимир Маяковский, которых мы знаем. То есть таких семей и таких сожительств было очень много, потому что люди по-новому как-то открыто, более спокойно относились к совместной жизни, в том числе половой. И в этом всем отношении они смело начали экспериментировать, как только им дали на это возможность. А с другой стороны, конечно, это вызвало некоторую истерию. Были, были случаи, когда вот с такой позиции, что как бы мы все для всех, мы всем можем со всеми, это все свободно, открыто. И когда к этому присоединяли идею того, что ты должен думать не в первую очередь не о себе, а о своем коллективе, то есть об окружающих тебя людях, то это немножко стали извращать и говорить сначала в шутку, а потом чуть-чуть на самом деле, что как бы любой мужчина может подойти к женщине и сказать, слушай, вот вспомни концепцию стакана воды, пойдем со мной. Ну, это самое, понимаешь? А если женщина отказывалась, то это все, конечно, выставлялось как будто ты плохая, ни в коем случае так нельзя, ты не коммунистка, ты буржуа, ай-яй-яй, ты вся такая мещанская, это отвратительно, и тоже поддавалась определенному астракизму. Но это были такие крайности жизни, которые не были абсолютно целиком распространены, однако сами отдельные случаи привели к тому, что впоследствии именно на этом фоне все гайки и будут закручиваться. Собственно, продолжалась вот эта вот вся сексуальная революция первая несколько лет до конца 20-х годов, а потом даже сам Ленин несколько плохо высказался обо всей этой истории, хотя у него была и жена, и любовница одновременно, и жена, и любовница между собой дружили, то есть у них были тоже такие треугольные взаимоотношения, но он говорил, что вот то, что молодежь сейчас вдруг стала так активно пользоваться этой концепцией стакана воды, это на самом деле ни к чему хорошему не ведет, нужно немножко как-то их образумить, потому что они меньше думают об общей пользе, больше думают о том, чтобы получать плотские удовольствия. Так дело не пойдет. А потом еще в 1924 году вышла у психолога Залкинда такая замечательная публикация под названием «12 половых заповедей революционного пролетариата». И это все можно замечательно прочитать в интернете. И там были такие интересные высказывания, что, мол, не надо часто менять половой объект, нужно поменьше вообще полового разнообразия, не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата, это тоже ни в коем случае нельзя. «Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих членов, потому что половое должно во всем подчиняться классовому и ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая». И так далее, и так далее, и так далее. То есть это такие достаточно радикальные отзывы, которыми даже будут пользоваться, хотя и не совсем на них будут опираться. То есть вдруг эти гайки начинают закручиваться, и людям те свободы, которые были только что предоставлены, начинают резко урезаться. Для людей это был в каком-то смысле уже шок-контент, потому что даже если что-то предоставляется огромному количеству людей, особенно в столицах на некоторые годы, они к этому очень быстро привыкают, и если у них вдруг потом опять пытаются это забрать, то, конечно, это все очень плохо на них влияет. Как вообще вот в эту всю историю первого такого периода сексуальной революции и заката этой революции вписывалось в визуальное искусство? Суть заключается в том, что в Советском Союзе тогда активно распространялся авангард. Да и вообще, в принципе, авангард, да, модернизм тогда активно набирал обороты, центром которых был, конечно же, Париж. И в этом искусстве, вплоть до сюрреализма, или я бы даже сказал поп-арта, вообще места плоти, да, и какой-то сексуальной культуре в целом не было. Вспомним, чем занимался тот же самый Малевич, там, Кандинский, чем занимались авангардисты типа Гончаровой. Они экспериментировали с формой, в частности, с геометрическими фигурами, они экспериментировали с идеями, они экспериментировали с расширением живописи. И тот же самый Малевич, который работал вплоть до самой своей смерти в начале 30-х годов, он как бы занимался больше не изучением человеческой красоты, эстетики, формы, сексуальности. Он занимался вот той идейностью, которая заложена в человеке, а точнее в его форме. Вспомним вот «Черный квадрат», там вообще речи не идет о никакой сексуальности. Наоборот, сексуальность, она самим авангардом потихоньку выбрасывалась, потому что они пытались отбросить от себя все эти пережитки прошлого, всего этого старого салонного искусства. И секса в этой во всей истории не было. И он, к сожалению, не успеет нормально появиться и развиться, потому что сразу после вот этих вот легких закручиваний гаек, после Ленина приходит замечательный, в кавычках, персонаж по имени Иосиф Сталин. И его политика, конечно, все разворачивает на 180 градусов. Он пользуется вот этими высказываниями Ленина, использует 12 заповедей Залкинда и начинает закрывать полностью все те свободы, которые пришли с началом Советского Союза. Потому что он интересовался как бы наибольшим контролем масс, а вот подобные сексуальные свободы, да, они открывают человеку самого себя. Человек, который открывает все глубже и глубже самого себя, меньше поддается контролю, потому что у него очень хорошо развитое критическое мышление, четкое понимание того, чего он хочет, и он может в конце концов стать несогласным с властью и не исполнять ее желания. Помимо всего прочего, как бы бытует мнение, что Сталин, который полностью закрывает все эти открытия, нужно же вспомнить, что он все-таки был таким традиционным восточным человеком, да, и скорее всего в его миропонимании места подобным свободам просто не могло быть, к сожалению, величайшему, как мне кажется. То есть Сталин что сделал? Он опять закрыл гомосексуализм. Он сказал, что это снова уголовная ответственность, которая должна быть преследуема по закону со сроком пребывания в тюрьме до 8 лет. И очень часто он как бы использует гомосексуалов для того, чтобы делать их козлами отпущения. Он сваливает на них всевозможные преступления, да, и при подготовке своего знаменитейшего террора он, конечно, выставляет их как таких вот ужасных, страшных персонажей, в которых проще всего обвинить во всех наших проблемах. И бедные люди, которые как бы просто чуть-чуть по-другому, отлично от него, видели свою половую жизнь, испытали от него очень много проблем, очень много людей отправлялись в лагеря. Следующее, что он делает, это он отменяет аборты. Говорят, что это было обусловлено тем, что рождаемость в СССР очень сильно падала, а Сталину нужны были люди для того, чтобы активно строить так называемый коммунизм, производить огромную индустриализацию государства. Поэтому он закрывает аборты, чтобы люди больше ни в коем случае этого не делали, да, и чтобы постоянно все рожали, и чтобы было все больше и больше советских граждан. Однако, как показала практика, это не совсем может быть правильная точка зрения, потому что на фоне запрета абортов, абортов только количество увеличилось. Увеличилось достаточно значительно, да, и причем делалось это очень много нелегально. 80-90% абортов были нелегальными, а 10% были как бы по медицинским показаниям, то есть разрешение официальной власти. После этого он отменяет все возможные секс-просветы, он отменяет, очень сильно усложняет процедуру разводов. И самое страшное, что при его управлении было сделано, это когда все люди дружно, окончательно осели в коммуналках, это вообще было прекраснейшее лекарство против сексуального развития в общей массе. Потому что как бы у человека больше нет частного пространства, и сами понимаете, сам процесс стал как бы быстрым, тихим, приходилось постоянно прятаться, чтобы не делать это у всех на глазах, и в связи с этим как бы с технической точки зрения обеспечивать себя богатством в удовлетворении базовых потребностей было довольно сложно, и это, конечно, очень сильно повлияло на всю сексуальную культуру. И вообще в целом он до такой степени считал, что нужно избавить народ от вот этого самого секса, то, что впоследствии превратится в знаменитую фразу «В СССР секса нет», об этом я расскажу в самом конце, он полностью убирает его из визуальной культуры. И даже такие потрясающие художники, которые были приближены к власти, типа Герасимова, Дайнеки, Самохвалова, у них есть потрясающие нью, которые написаны были там в начале 30-х и даже в 40-х годах, но вся вот эта вот попытка взаимодействия человека с плотью, красотой этой самой плоти, сексуальностью, она вся уходила в стол, потому что Сталин не позволял. Он даже из своего любимого фильма «Волга-Волга», как мы знаем, ну, по крайней мере, так принято считать, попросил, точнее приказал вырезать сцену поцелуя. То есть он полностью избавляет общество от того, чтобы они думали о своей личной частной свободе и полностью были погружены в государство, и чтобы полностью стереть из них вообще хотя бы какой-либо намек на бунт, грубо говоря. Впоследствии это все только усугублялось. Женщинам с пространства газет, плакатов на официальных собраниях муж внушался, что обязательно нужно рожать, что обязательно должна быть моногамия, это должна быть частью семьи. И с одной стороны, как бы, женщину ставили чуть выше, чем мужчину, потому что женщина в Советском Союзе, это был как бы суперчеловек. Она одновременно должна была исполнять свой долг перед государством, то есть она должна была много и упорно работать, а с другой стороны, она должна была быть матерью, быть хозяйкой. И это такое... То есть женщина стала в каком-то смысле сверхчеловеком. И чуть позже, да, это очень отрицательно повлияет, например, на мужчин в Советском Союзе. Но женщина, хотя и сверхчеловек, она не имеет права вот на свое вот это личное пространство. Она не имеет права даже на то, чтобы как-то самостоятельно выглядеть, потому что ближе к началу 50-х годов в газеты еще стало поступать очень большое количество руководств, как женщина должна одеваться, как она должна за собой ухаживать, какой вообще в целом должен быть ее внешний вид, какая должна быть у нее физическая форма, да, повсюду вот эти вот идеальные крестьянки полностью заправлены либо в комбинезоны такие бесформенные, либо такие платья несколько пышноватые, да. То есть все велось к тому, чтобы вынуть из человека это самое сексуальное влечение. А вот после смерти Сталина, в конце 50-х, когда уже начал постепенно разрушаться культ личности, ничего хорошего не произошло сразу же, к сожалению, да. То есть был такой легкий момент, что вроде как можно выдохнуть. И даже был такой замечательный фильм «Дело было в Пенькове», который маркировался в то время 16+. И там была вот одна сцена, где Светлана Дружинина, она как бы стояла в рубашке, в нижнем белье, там лежал Тихонов, который полностью одет, но как бы под одеялом. То есть был какой-то намек на то, что вот этот вот интимный процесс существовал, но его все равно никак нельзя было вытащить наружу. Он оставался вот в этих самых глубинках, он оставался в этих вот тихих, малюсеньких, коротких перебежечках, коммунальных квартирах, чтобы, не дай бог, никто об этом не услышал, но чтобы обязательно, конечно же, были дети, обязательно было наполнено советское государство гражданами, которые будут приносить пользу народу. И вот только в 60-е начинается вот та самая знаменитая О, теперь и происходит некая новая сексуальная революция. Она совершенно не была похожа на ту, которая происходила на Западе. Но основы разрешили аборты, упростили систему разводов, были какие-то попытки сделать курсы секс-просвещения для народа, но все равно это было очень дико табуировано, и этим очень комфортно пользовалось правительство для того, чтобы вести свою политическую линию. Но однако же появляется так называемая секс-патология. Это очень смешно, что вот науку, которая посвящается в свое время изучению полового влечения сексуальности человека, называлась именно секс-патология, потому что вот со Сталином пришел тот самый момент, что половой вопрос полностью решен. Зачем нам обсуждать то, как люди занимаются, зачем нам их просвещать? Это и так все понятно, но не так все есть. Секс нужен для того, чтобы родить ребенка, чтобы был новый человек. И когда в 60-е годы появляется именно эта секс-патология, то тут сразу возникает момент, что, во-первых, это такая очень отстраненная наука, которую рассматривает человека исключительно с точки зрения начала культуры, а во-вторых, то, что секс-патология, она как бы предлагает решение проблем всем, кто не чувствует себя нормальным. То есть кто не чувствует того, что вот этот половой вопрос решен. Значит, это лечение тех немногих ненормальных, и далеко не все сразу же соглашались и хотели туда дальше идти, как-то рассказывать о своих оболнениях, проблемах и так далее, потому что они чувствовали, что ты автоматически уже в каком-то смысле выставляешься как не такой, как неправильный, как тот, кому нет места в нормальном обществе. Появляются вот эти первые сексологи, один из них замечательнейший Игорь Кон, чьи книги по истории сексуальности, в том числе в Советском Союзе, можно с удовольствием прочитать. Это одно из самых масштабных вообще исследований в эту сторону. И хотя сексуальная культура активно пробирается в литературу, по чуть-чуть, в кинематограф, ну вот яркий пример из бриллиантовой руки, сцена стриптиза, да, мы все ее знаем, она просто абсолютно потрясающая, она была абсолютно революционная на тот момент, то есть представить, чтобы женщина осталась в одних трусиках перед зрителем, пускай даже прикрываясь, это было совершенно непостижимо. И только благодаря тому, что это несколько комедийная сцена, ее смогла пропустить цензура, но вот, например, в Рублеве Утарковского, в Андрее Рублеве, там вот есть огромная сцена, там, где бегут язычники голые в честь праздника Ивана Купала, да, они абсолютно обнажены, и одна из язычниц, она целует Рублева, тоже будучи полностью обнаженной. Ну, сначала это пропустили, потом это все замяли, но сам момент того, что человек вдруг проснулся и стал себя осознавать кем-то, кем не был раньше, то есть снова стал чувствовать свою какую-то свободу, оно проявлялось. И даже впоследствии, когда в конце 60-х, начале 70-х будут происходить такие анкетированные вопросы, люди будут рассказывать, что мы больше не чувствуем себя такими же, какими мы были раньше. Мы, наоборот, как бы женщины, стали опять снова более свободные, они сами очень часто инициировали разводные процессы, говоря, что вот мой мужчина несостоятельный, он не способен мне что-то подарить, он алкоголик или еще что-то в этом духе. Плюс постепенно начинает появляться частная собственность, которая позволяет людям большую свободу проявить в своих сексуальных взаимоотношениях. Ну, вот, например, не знаю, как бы вспомнить даже Вампилово, да, где была вот эта частная квартира, где Зилов мог вытворять всякие замечательные радостные непотребства, но которые ни в коем случае подробно не описывались, но на них уже явственно намекают, уже четко здесь все становится понятно. И, например, в искусстве оно вот начинает потихоньку выбираться только в 70-е, в изобразительном искусстве. Потому что, с одной стороны, произошла вот эта все больше и больше свобода, она пришла наконец-то к людям, с другой стороны, произошли другие проблемы, что вот мужчины стали чувствовать кризис своей маскулинности, да, очень большое внимание отдавалось женщинам, и мужчина в этом отношении больше всегда ставился в роли, как бы, заложника собственных биологических потребностей и своей биологической функции, да, то есть мужчина, у него было меньше прав, чем женщин, и в семье, как бы, женщина тоже главное, потому что она и воспитывает, она и рожает, а мужчина вот должен только все это дело обслуживать, работать, у него нет совершенно никакой свободы. И вот это вот сам момент постановления вопроса мужчины, женщины, их сексуальности, их обязанностей, их тел, их разницы вылезают в такие вот интересные перформансы, как, например, в 70-е годы проводили Рима и Валерий Герловины. Они делали такие тоже интересные акции, когда бродили по лесу, абсолютно обнаженные, или в накидках, изображающие обнаженные тела, подобно Адаму и Еве, пытались вот понять, как бы, как-то существует их сексуальность, их обнаженные тела, их истинная сущность, вот эта первозданная, с окружающим миром. Например, группа Гнездо, они тоже раздевались догола, и они, как бы, пытались соединиться с Землей, как бы это так покурать, небы, назвать. И они вдруг стали открывать, что вот эта вот идея сексуальности, она на самом деле существует, и это отличный повод для того, чтобы исследовать и самих себя, и окружающий мир, в том числе через визуальное искусство. В конце 70-х начинают возникать консультационные такие, например, в Питере была консультация «Семья и брак», там можно было прослушать лекции о семейной экономике и этике, можно было послушать лекцию о сексе, однако ее власти, к сожалению, не разрешали рекламировать. Вот эта вот сексопатология, она превращается из какой-то локальной маленькой науки во всесоюзный, как бы, центр, то есть эта наука начинает выходить на государственный уровень, сексуактивнее и активнее пробирается во всеобщую жизнь, и где-то к 80-м годам уже появляются тогда какие-то примитивные уроки полового воспитания в школах, начинают рассказывать детям, начинают писать для них книжки по половому вопросу, половому созреванию, кто они такие. Выходит в конце 80-х годов только первый фильм сексуальной сцены под названием «Интердевочка». И с одной стороны идет вот эта вот свобода и на фоне перестройки, и на фоне того, что как бы большое количество иностранцев наконец-то было допущено в культуру СССР, но с другой стороны есть такая страшная зараза под названием «СПИД», которая как раз в конце 80-х, начале 90-х появилась, и вот этот вот «СПИД» заставлял людей как-то пытаться все-таки давить это все нарастающую свободу, и «СПИД» тоже использовался как когда-то геи, что вот это все плохо, это все пришло с Запада, это все несет смерть, это свобода нравов ваших, вы доигрались, это все такое плохое. И когда дело доходит до искусства 80-х годов, на самом-то деле, там все очень интересно. С одной стороны, потому что, как я уже сказал, было большое количество влияния с Запада, потому что западные люди приезжали, и в 1988-м происходит первый глобальный аукцион «СОЦБИС» в Москве, да, и продается за огромные деньги советское искусство, и туда приходят все вот эти тенденции, например, там, практики любовного перформанса Мария Абрамовича и ее молодого человека Улая, приходят, например, такие работы, как Роберт Мэпплтроп, который делал очень интересные исследования сексуальных фетишей, как способа от раскрытия человеческой свободы. И русские художники потихоньку начинают со всем этим работать, но уже довольно-таки поздно, и секс уже в этот момент в искусстве превращается в один из многих-многих способов, таких медиумов для того, чтобы изучать мир за пределами этого секса. Секс становится исключительно средством. И именно вот эта самая свобода 80-х годов, которая пришла, она на самом-то деле станет тем, что как только Советский Союз рухнет, и будет этот переходный страшный период 90-х, секс очень быстро из вот этого самого табу, из этого самого запрета, то, что очень долгое время пряталось, он вдруг сразу превратится в коммерческий продукт, который тоже имеет мало чего общего с таким высоким искусством, и сексуальность там всего лишь одно из срез для достижения определенных капиталистических результатов. И вот так на самом-то деле очень аккуратно все это придет к тому, что сегодняшняя свобода на самом-то деле, она будет вот сегодня искусство, до сих пор у многих художников, на самом-то деле, ориентировано в сексуальную сторону, потому что очень многие вопросы, особенно в русскоговорящем мире, они были пропущены по причине вот этих вот всех запретов в течение всего Советского Союза. А о практиках современного искусства, в том числе русского искусства, которые изучают секс, я расскажу на лекции 28 мая под названием «Секс в истории искусства». А сегодня я попытался как бы немножко погрузить вас в то, как вообще относились и что происходило с сексуальной культурой в СССР. Надеюсь, что я подарил вам некоторые новую информацию, некоторые новые знания, позволил вам найти для себя новую почву для вопросов. Может быть, вам захочется что-то поизучать самостоятельно, или я, как сказал, рекомендую Игоря Кона, такого замечательного психолога, который написал большое количество трудов на эту тему. И об идее сексуальности мы с вами дальше поговорим 28 мая 17.00. Зовут меня Артур Чех, можно найти меня в Инстаграме, можно найти меня в Телеграме. Всех приглашаю подписываться на Радио Болтком. Мы с вами увидимся на следующей неделе в 12.00. Ну и будем в дальнейшем видеться так каждую неделю. Большое спасибо и наилучшего вам дня. Слушайте Радио Болтком.